и всем всем привет народ большое спасибо что подключились и вы вновь на канале starlight и мы продолжаем чекать селевиапан погружаться в историю вергилия граната наверное до поиски ляпис типа происходит пока что и совершенно неизвестно к чему все это дело приведет из там предыдущий раз был такой момент что вот мог гранат пришел на встречу с ляпис так я не понял она ему сообщила куда идти или я не совсем понял или и или как вообще это было и честно говоря он туда приходит а там целое здание оккупированные людьми из синдиката безымянного пальца там повсюду галерея искусство какая-то стоит до сих пор не понял а фишку безымянного это то что они типа на искусстве повернутые такие ребята когда я не совсем понимаю ну чисто смысл смысл давление то есть большой палец он просто ну мафия жесткая до жесткими огнестрелами а этот самый указательный у них вот эти вот ну кто они предписание до которыми они там контролируют огромную часть подворотен про безымянный пока не понял но мы толком ты не увидели еще ничего но пока что ну типа какие-то объекты искусств какие-то там челики в масках как бременские музыканты блин ну вы понимаете это нужно смотреть ну и под конец всех вот этих вот событий наша компашка вышла на доцента то бишь это ну некий лейтенант безымянного или чего-то вроде того и там ребята напоминали какие звания у челиков допустим с большого пальца я уже успел забыть ну короче вы поняли я правильно рассудил что доцент это что-то типа бориса дениса и катриель в большом пальце то есть ребята более высокого ранга которые ну я если доцент брать именно его термин слова это тот который ну как профессор учит менее подготовленных ребят то есть здесь как будто бы старший культурный сотрудник скажем так всеми вот этими рядовыми чуваками да так что посмотрим чем вообще их спичка завершится то по итогу долгое вступление как обычно делать не буду давайте поехали вот она четвертая глава она так и называется доцент ну коротко и понятно да учитывая с кем основная сейчас будет стычка 23 страницы в этой главе то есть все это понимаю больше не будет глав по 30 плюс страниц может быть будут есть там будет больше экшена но кто его знает и глава с под заголовком когда я вырасту я точно попробую все вкусы в мире как будто бы слова какого-то человека из 23 района блин но посмотрим давайте 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 еще раз и большое спасибо микки катрамы и пик тому и кто если смотришь скажи как тебе обращаться я каждую серию такой пик тому или пик том но это такое это уже ментальная травма по контенту мунов максимально себя неловко чувствовать пополам но тем не менее большое вам всем ребята спасибо за перевод всех вот этих вот моментов аха и вот мы снова и здесь у вас ребятки были бы серьезные неприятности если бы вас заметил кто-нибудь еще как будто бы здесь может быть кто-то опаснее ну нет да может быть все маэстро или кто-то вроде того да но до сих пор надо в голове уложить что этот персонаж это чисто ну что 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 это женский персонаж это очень странно вот этот маска на лице я так и не могу понять то ли она из бумаги сделана то ли из какого-то хрусталя то ли из керамики это просто знаешь как какая-то диком позиции как называется день ну короче вы понимаете это вот как пикассо типа как пикассо когда на более простые составные части разбивается картинка ну как там кубизм вот это вот как на этом постмодернизм и прочее вот эта вот штука если это что-то что защищает но выглядит она офигеть как жутко честно говоря она как будто бы толком-то и не удивлена увидеть 10 этих ребят может быть она в курсе кто такой вергилий ну скорее всего да цветов многие знают может быть не в лицо но а может и в лицо то есть я имею ввиду не лично но знают кто они как они выглядят скорее всего она как будто бы совсем вообще не волнуется насчет того что они тут делают как будто бы им как будто бы им их специально сюда заманили или чего-то вроде того то есть вот такой вот момент да ну блин вот эти вот одежды это конечно просто это конечно просто сильно конечно просто сильно где такие пиджачки продаются интересно сутенерские потому что это конечно дам царим хотя не то чтобы я возражала в любом случае они не были моими любимчиками да ну в том плане что ну вот эти вот все экспонаты вот все вот эти вот мелкие ребята вы их конечно порешали но мне-то какое дело честно говоря вот это вот дрожь интересно на картинке это имеется ввиду что стоят другие экспонаты да ты она же назвала экспонат челика который стоял как как модель да может быть это какое-то наказание или может быть это обряд посвящения что ты должен неподвижно просто как статуя стоять до в галерее и эта фишка и может быть но она сейчас рядом проходит и они просто дрожат эти экспонаты от ее присутствия потому что страшно и моем так что да это реально до цен вот смотри она это блин можно вселенной мунов ты не будешь говорить за те моменты про которые говорю я видите ли деконструкция это то с чего начинается искусство блин это конечно да почему так каждый раз то есть у меня в голове начинают крутиться какие-то вещи а вселенная мунов и ее проекты она ну вы понимаете я всегда ванговать начинаю начинаю чувствовать себя неловко так вот деконструкция это когда функциональность если мы говорим про здание например отходит на последний план и больше здесь прикол показать насколько фантазия и вообще размах воображение автора невероятный да а если мы говорим про картины дан о деконструктивизм он на самом деле супер кринжовый супер кринжовое направление искусства то есть ну вот а по одной и маски можно понять на самом деле но истинные стеты считает что это чистое искусство чистый внутренний мир ничем не соглажены и так далее то есть кринж понимаете кринж смотри и как-то слишком просто это все вы не согласны и ну то есть в том плане что вы чё думали что сможете так просто сюда зайти и все это как-то слишком просто было бы да и она просто идет мимо и на ходу просто разрезает щелика экспоната да ксуша это не тот же самый экспонат а которого они победили и он быстренько залетел обратно на пьедестал чтобы показать что да нет я стою и я стою блин все нормально может быть да у нее вот эти вот оружие с какими-то пупырками это конечно такое она просто на ходу такая в жух и все и челик падает с пьедестала они все здесь живые жесть они здесь все живые упси чумсун не должен знать что я это сказал хорошо ему нравились бременские музыканты кого во первых чумсун вон там написано имя чумсун образовано словосочетанием . и суффикс женского рода английским эквивалентом было бы дотсе . 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 что там на теле персонажа куча точек. Да, и может быть это чисто... Почему-то этот персонаж... Ну, почему-то доцент мне характером так напоминает... Не помню, нам имя её говорили или нет. То есть девушки на очках помешаны, у неё и кожа такая же смуглая, и волосы такие же, и вообще во многом вот прям один в один, если вот так вот подумать. То есть вся такая, знаешь, на расслабоне, вся такая на приколе идёт. То есть точно, наверное, вот это вот, да? Ему нравились бременские... Какие именно бременские музыканты имеются в виду? Те самые... Те самые бременские музыканты. Они же тоже в город вернулись, ну... То есть Оинг, Мяу и Муну, ну а... Центровой бременский музыкант сгинул в библиотеке, мы уж позаботились, может быть они вернулись. На самом деле, я говорю, по стилю бременские музыканты они очень похожи. А может быть они потом вступили, просто объединились с безымянным? Или чего-то вроде того? Слушай, мы же порешали кучу челиков в масках. Может быть это реально бременские музыканты просто расширились и всё? Может быть это просто... Интересно, да? Ну и типа Чум... Чум Сун это... Очень интересное имя, потому что мы вот недавно читали Хамелии, и там было имя одной из главных героинь, Чам Сун. Только там Чум Сун было, но не суть. Это интересно. Интересно. Только теперь мы знаем имя или кличку на самом деле этого самого маэстро, что типа... Не стоило мне об этом говорить, что всё было слишком просто, да, ну и ладно, порешали вы там челиков, всё равно они мне не очень-то и нравились. Сейчас... Это, конечно, дан. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Подожди... Подожди, что за движуха? Это что такое? Подожди, я правильно понимаю, что у неё... Да нет, подожди, у неё... Кинжал, и вот этот вот меч во второй руке. А это что такое? Вот это вот... А, это ленты, ленты, ленты. У неё типа на... на маске. Вот это вот. И как будто бы что-то прилетает резко. И выбивает у неё меч из руки Слушай, может Вергилий просто такой, типа Ну, она подходит к ним непринуждённо И он такой, типа, так, стоп нафиг Хм, ну-ка стоять И камень просто долбанул с земли И вышиб у неё просто клинок из руки Что, типа, так остановилась Остановилась подруга, блин Мы тут не разговаривать пришли Или, ну, это ж кто-то Нанёс, да, удар вот этот вот по руке Ага, да, и смотри, вон у неё оружие просто падает Да, это определённо точно Вергилий Учитывая, что он как сверхчеловек постоянно топает И под ним бетон просто раскал Да-да-да-да-да Может быть, ну, типа, хватит вот этих вот игр, да Мы пришли сюда по делу, да Или чего-то вроде того Скорее всего так Я буду стараться быстрее прогоняться по страницам Особенно в которых происходит просто Ну, из разряда стоит один персонаж Стоит другой персонаж И они просто обмениваются колкостями, да Ну, типа, ну, здесь какой Какая ценность, да, диалога получается Да-да-да, ну, он просто стоит Вергилий с каменным лицом Не ты ли тот вандал, блин? Да, кто здесь всё порушил И у неё просто, вон Руки явно не очень хорошо Но она такая, типа, да, всё нормально, да Окей, ладно-ладно Хотите поиграть? Поиграем Я даже не знаю, будет ли с ним С ними какая-то заруба Но я не думаю, что у доцента Есть какие-то шансы против цвета То есть, ну Примерно В районе первого-второго ранга Корректировщиков Ну, если мы сравниваем с большим пальцем, да Сравнима сила таких ребят Ну, если я ещё раз говорю Сравниваем Доцента с Борисом, Деннисом И так далее То есть, я думаю, между ними Ну, бездна С цветами Разница по силе Ну, может быть, не бездна Но действительно И она, может быть, это всё прекрасно понимает Да? И вышла просто поболтать Я не знаю Или чего-то вроде того И то, что она заговорила, что деконструкция Это основа искусства Что, типа, ну ладно Навели тут хаоса Но, окей Это был офигенный перформанс Или чего-то вроде того Да? И он такой говорит Что бы мы ни сделали Мы никого не убили Серьёзно? Или Да ладно Ты же порешал там кучу народу Или что, типа Это самое Мы это самое Давай разойдёмся спокойно Мы тут, если что Заберём нашу подругу И свалим И мы вам не мешаем Да ладно тебе Принести эти кусочки Было большой работой И ты даже не попробуешь извиниться А, ну в том плане, что Писис Скорее всего, как Арт Писис Имеется в виду Что, типа Ну, вы понимаете, да? Все эти культурные объекты Это, конечно, знаешь Было их собрать Здесь большой работой Вы здесь порешали Мог бы извиниться За то, что шороха Навели в нашей галерее Или чего-то вроде того Просто у неё вся рука в крови Она такая, типа Да ладно Абсолютно наплевать А гранат стоит Просто стоит С пиропирой Маловероятно Что он что-то сможет С этим доцентом сделать Я даже не знаю Какого ранга Этот самый гранат Вообще без понятия Принесли в... Куда? Куда? И он такой Бросается вперёд И маску Вау Вау Смотри, там реально человек А он просто маску снимает С этого, с экспоната А там реально человек Внутри Ну так это же было понятно Что это всё люди Или он просто Ну, просто кинулся вперёд Посмотреть, да? Посмотреть там Ну, реально человек Что с ним? Всё нормально? Может быть им помощь нужна? Или чего-то вроде того? И он просто звуки какие-то Издаёт Как му-му, блин И плачет Слушай, может быть они реально? Я не понимаю Это челики захваченные Безымянным пальцем Которые здесь насильно Удерживаются? Или это... Ну, или это какие-то Местные ребята Которые обряд инициации Проходят Или чего-то вроде того То есть там же у них На мусорке Буквально огромное количество Отбракованных экспонатов Валяется И причём маски Они сломаны Они как из... Из мрамора будто состоят А здесь они вполне себе живые Это... Интересно Вау! У них рты И уши у них зашиты Кого? Жесть! Ну это вообще Нездоровая хрень Они им зашивают рты А уши интересно Зачем? Причём ухо у них Жесть! Жесть это стрёмно! Офигеть! И вот такой Это что такое, блин? Это что за жесть вообще? Ну что? Экспонаты не должны разговаривать Да, они просто должны... Капец! Я вот не перестаю Удивляться Жести этого города Ну потому что Ну это же неадекватно Это ненормально Абсолютно Уже Да, кто про нормальность Говорит Но каждый раз Когда мы с чем-то подобным Сталкиваемся У меня Понимаете? У меня Уже давно не происходит Такого Что мне прям Становится нехорошо Каждый раз Теперь у меня Менталочка Просто не готова Была к таким моментам Раньше А сейчас она готова И она просто блокирует Такие вещи Я просто такой Типа Так, стоп Всё Вот так вот Руку вперёд Такой Типа Так, всё Стоп Стоп, всё Хватит Я это не воспринимаю Не пропуская В глубинный уровень Потому что Ну пошло оно Просто Ну пошло оно Капец Жесть А Ляпис А Ляпис Тоже Ну это же не Ляпис Ну нет Это Вряд ли Не Ляпис Мы не видели её лица Но если Ляпис это реально Харон То это не она Во-первых Ну прикинь Если Ляпис тоже А откуда Я не понимаю Ляпис Она всегда была здесь Потом это место Безымянный занял Или Это ложный Вообще был прикол И Их сюда реально Заманили Специально Чтобы что Чтобы что-то сделать Мол Ляпис Ваша здесь находится Хотя Ляпис Наверное У безымянного Реально В плену Или что-то вроде того Хотя может быть Им Вергилий нужен На самом деле Или Я не знаю Сейчас вот Очень сложно Насчёт этого дела Рассуждать Потому что Ну Может Ляпис реально Где-то здесь И она каким-то образом О помощи Таким образом Попросила У граната Что Ну вот Мол Гранат там Кого-то приведёт Ещё Да А может быть Я не знаю Это Может быть Это супер Большая Многоходовочка Заляпис Жесть, о Бэ, он такой горький Это чё флэшбэк, смотри Хм, вот так вот Зачем кому-то такое есть? Я имею ввиду, ну типа И она такая, ты сам поворосил? Почему у неё постоянно лицо Они где-то в каких-то корнях дерева сидят? Почему у неё лицо постоянно скрывается у Ляпис? Смотри, они типа мелкие сидят Ну то есть они хорошо знакомы были с Ляпис, с близки Чисто друзья детства такие, да? И она ему принесла горький чупик Я даже не помню, сейчас она с чупиками сидит По-моему, да По-моему, что-то такое есть у неё Хотя, кто его знает Во, смотри, её впервые показывают Ты всегда с конфетой во рту Так что, ну Ну Поэтому я подумал, что она вкусная А Она ему свой чупик дала Ну это, конечно Ну это, конечно, да Это, конечно, пикантно То есть она такая просто с чупиком во рту И такая, хочешь? Хочешь? Он такой, блин, давай И он такой, блин, да кончик горький Как ты постоянно это самое Какой ты невежа Гранат Чем слаще вещь, тем быстрее она тает Горькую конфету я смогу сохранить И сосать по чуть-чуть Серьёзно, нифига себе Это из века пабликов Прям мудрость Блин, на самом деле Это такая печальная штука Все, типа Радостные вещи очень быстро Затираются А горькие Растягиваются надолго И поэтому я могу наслаждаться Этой сладкой болей Очень долгой И он такой, типа В самом деле В самом Слушай, она Она вот прям как будто бы С детства такая Ну это Я не знаю Она вот даже, знаешь Вот Не похожа Если это Харон То А не что-то я вот так вот Смотрю, не похожа Как будто бы Может Авторский стиль Такой, конечно Такое тоже может быть Но сейчас я начинаю Что-то сомневаться Что это один и тот же человек К чему-то Ну хотя Скорее всего Один и тот же Просто реальный стиль Такой рисовки Но тем не менее Она как будто бы Реальность детства Такая Сама в себе То есть С особенностями Скажем так Потому что Ну типа Какой ребёнок Они как бы Не здесь сидят В каком-то, да Или в ветвях Дерева Или где-то вроде того Когда я вырасту Я точно попробую Все вкусы в мире А Это её фраза Да На титульнике Воу И он такой Смотрит на него Типа Блин Какая она прекрасная Воу Ты посмотри Блин Какой стиль Рисовки Офигенный У этого всего Они реально В дереве Просто сидят И наблюдают За восходом солнца В городе Что типа Сейчас У меня только Горькие чупики А когда я вырасту Да Я надеюсь Что я смогу Попробовать Все вкусы Блин Вот эта сцена Она очень Очень крутая По факту То есть Может быть Он даже не безразличен К этой самой Ляпиз Такое в принципе Жи может быть А может быть Они просто Очень хорошие друзья Да Поэтому так Насчёт неё И беспокоится Плюс Ну знаешь Сироты Из детского дома Дружба Это непозволительная Роскошь Конечно Блин Вот вроде бы На два На три Слайда Такой флэшбэк Насчёт того Да даже Не почему Конкретно Да Они там Товарищи А просто Показывает Что он Вот какие-то Вот такие Вот моменты Помнит Её прям Глаза Замылили И он такой Ляпиз Блин Ляпиз Я не верю Что с тобой То же самое Затворили Прям да Подождите Пожалуйста Я Вас развяжу В мгновение Ока И Ну наверное Щёлкает Вергилий Типа Пацан Ты чё Мы посреди Блин Опасной ситуации Он такой Гранат Гранат Блин Куда же я дел Свой нож Блин Сейчас я ему Помогу А может Вергилий Просто в курсе Насчёт того Что может быть Эти экспонаты Им надо помочь Да Я такой Типа Я развяжу Вот сейчас Блин Это самое При этом Доцент Вот это вот стоит И просто Наблюдает За вот этим Вот гранатом Вергилий Такой Гранат Твою мать Гранат Твою мать Блин Не утруждайся Ну слушай Он как будто бы Реально в курсе Но это Это слишком жестоко Как такое может быть У него реально Перочинник А это что Ну Типа Он такой На земле Просто раненый Катается Туда-сюда И с закрытым ртом Да Как с кляпом Такой Ммм Ммм Вот это вот Реально Жёстко Что он делает А Что он делает Интересно И такая думает Ааа Я поняла Эй Малыш Похоже Что ты едва Получил Свою должность Я ошибаюсь Да Ну В том плане Что он делает Интересно Все же прекрасно Знают Да Как в безымянном Всё это работает А это что Вергилий Ты с собой Молоденького Корректировщика Да Который Вообще Ничего не видел Взял Вот и взял С собой Типа Да Вот что И он такой Просто Замрите на секунду Я Я почти Закончил Да Он просто Разрезает Просто Разрезает Эти вот Нитки Там На рту На ушах Блин Ну это жесть Какая-то Да Однако Это весьма Странно Ты выглядишь Так словно Только что Подписал Свою лицензию И она Аккуратно К нему Подходит Вергилий Такой Смотрит Смотрит Такой Аккуратно Блин Этим лицом Так как А как же Новичок Вроде тебя Объединился С этим Чудовищем Ну жестко Конечно Ну насчет Вергилия Жестко Конечно Ну на самом деле Может быть у него Какой-то просто Невероятно Страшный Бэкграунд И может быть Все вот эти Вот воспоминания Которые его Донимают По вечерам Это еще С более дальних Моментов Еще там До Приюта Поэтому он Так задонсайдился В жизни Это просто Шрамированный Чел Не только Физически Но еще и Душа у него Вся изрезана В лоскуты Просто И Это очень интересно Про Вергилия узнать В таком плане Хотя Такое чувство Будто был Левиафан Он конечно Про Вергилия Но и Про Гранаты Про Безымянный И про Ляпис И вообще Это вот современная Вот эта вот история Своя проблематика То есть это Не прям Предыстория Вергилия То есть это не какая-то Дополнительная Как в Лимбусе Глава про Вергилия Где раскрываются его внутренние противоречия Где раскрывается его жизнь Бренная Это просто Эпизод с Вергилием Как будто бы Ну пока что это выглядит так Да Но блин Вот это вот Как будто бы одно лицо Из этого всего Собирается Да Интересно Как же ты Докатился до жизни Такой Да И он такой Доразрезает Все Теперь вы свободны Да Он просто Доразрезает Последнее Это самое И он Ну такой Типа Начинает Откашливаться Что типа Я никогда Так не дышал Свободно Полной грудью И он его Хвата Он его Подожди Он его схватил За грудки И к себе Почему Почему Наши пути Пересеклись Кого Да Он его Реально За грудки Схватил Как только Тот его Развязывал Может быть Слушай Может быть Он и не хотел Чтобы Его развязывали Да Может быть Вот эти вот Слезы И все такое Прочее Из разряда Что типа Я там Подвел Вот этого Доцента Я подвел Безымянный Палец Да И все такое Прочее Я не выдержал Испытания Блин Из-за вас Я бы тут Стоял бы Это самое Ну Там Скорее всего Другие экспонаты Просто стояли Да Как должны были А этот Не выдержал Ну чтобы Защитить Там Безымянный И так далее И по итогу Там доцент Вышел Он такой Резко Обратно Вернулся Но Но все Он Провафлил Свою роль Там Или чего-то Я говорю Я уже накидываю Все что угодно Потому что Все что угодно В этой вселенной Может быть Поэтому Какие угодно Мысли Могут оказаться Правильными Вот И скорее всего Слушай Так скорее всего И Вергилий Это знал Ну и доцент Очевидно Что Не имеет смысла Их развязывать Они хотят Быть Бандажированными Или чего-то Вроде того Блин А он не в курсе Вот этот вот Гранат Блин Ну это же Я сути не понимаю Говорю пока что Вот этих вот Всех событий Честно говоря И он такой Прошу прощения Что Ты все Испортил Все что я бросил Все что мне было Нужно Это сегодняшнее Испытание Не понимаю Ну то есть Да Да Слушай Походу Реально так Походу Реально так Он просто Проходил Испытание И он такой Рот зажимает Что типа Блин Я голос подал Я не должен был Я все Я еще хуже Усугубляю Свою ситуацию И она такая Рядышком присела К нему Что типа Эх ты Бесполезный Там ведь Столько отбракованных Челиков лежит На мусорке Может быть Примерно с ними То же самое Случилось Они не выдержали Зашитым ртом Зашитыми ушами Если бы у них Еще глаза были бы Зашиты Это было вообще Жесть Но хотя Ну это была бы вообще Душегубка На них маски И вот эти вот И они просто должны стоять Без еды Без воды Без всего Прикинь Ну это же кошмар Какой-то просто Пока что это Самый конченый Синдикат То есть еще Более конченый Чем указательный Потому что В указательном Хоть смысл какой-то есть То есть там Можно подумать Что все эти указания Не имеют смысла Но их же пишут Огромные пишущие машинки Под городом Который Твою мать От вибраций Города Создается И их интерпретируют О Ладно Нет ладно Там тоже Кошмар какой-то Честно говоря Но я здесь пока что Смысла не пойму В принципе Какого-то даже Возвышенного Это скорее Просто такие Знаешь Решу как будто бы Сбежала Из безымянного Да Тоже Вот это вот Искусство Типа даже Резня Ее создает Там и все Такое прочее Я как будто бы Это даже вижу Это Жесть какая-то О смотри В твоих глазах Туман Смотри Вот так вот С этой стороны Когда вот смотришь Это реально страшно То есть У нее же типа На две половинки Как будто бы Смятой бумаги Из папье-маши Сделанная Что типа Все твои глаза Затуманены Все Чистое искусство Потеряно И он такой Типа Нет Прошу Блин Все Мисс Пабло Мисс Пабло Ее Пабло зовут Да А Это на самом деле Полезная информация Она просто тянется Что она Она его сейчас Она его сейчас Просто прирежет На полу Что типа Ну все Все в мусорку Как смятый Лис бумаги Он на самом деле Это же он Я не знаю Похож на лист бумаги То есть Бледные Вот такие Альбиносские Ресницы Волосы Блейшие Бледная кожа Он реально Как лист бумаги Просто Выглядит Который Просто чернилами Измазан Ну Не в тех местах Где художник Задумал Поэтому мы его Сомнем И выбросим В мусорку Просто Да А коли эти глаза Не расслабятся Внутри Будет лишь Пустота Какой-то Эзотерический Бред Какой-то Эзотерический Бред Она просто Его хватает Ну что 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 Она Хочет Все Хочет В расход Его пустить Небось Да Что типа Ты Слишком Много Эмоций Показал Да Для обычного Мраморного Экспоната Да Ну Они же Не возьмут Обычные Мраморные Статуи Нафига Люди же Должны Превращаться В статуи Там Или в Чего-то Вроде Того Я бы Селенились Которые Тоже Искали Какого-то Вычурного Безумного Искусства То есть Серьезно В этом Городе Не захочешь Тайны Его узнавать Потому что Ну Ну Вы понимаете Да Я Чего Объясняю Интересно В этом Просто Смысла Просто Нету Меньше Знаешь Крепче Спишь А И Вергилий Да Ё-моё Смотри Че он делает Он просто Он просто Кидается Вперед Что типа Все Хватит Этого Дела Он ей Просто Лицо Рассек Да Судя По всему Я так и не понял Она Она резанула Его Там вот Как будто бы Какие-то Капельки Крови Начинают Стекать Может быть Она Начала Его Вскрывать У них На глазах И Вергилий Просто Подлетел И Хватит Твою Мать Капец Подожди А Насколько Он глубоко Резанул Ей по лицу Насмерть Типа Он бил Чтобы убить Интересно Или Ну он Маску Смотри Он и маску Просто Рассек Просто Рассек Вот эту Маску Просто Обнажил Внутреннюю Натуру Блин Которая Вся Уже Кровью Обогрелась И оно Где-то Туда Упало Блин Слушай Даже Толком Стычки Толком Стычки Та С доцентом Не было Да и Не думаю Что у доцента Были бы шансы Еще раз Скажу Они Просто Как фанатики Какие-то Фанатичные Приверженцы Искусства Которые Даже Без чувства Собственного Сохранения Просто Вот Ну Подошла Такая Что Типа Если Она Тут же Умрет Это Было бы Конечно Неловко Ну Потому Что Персонаж Интересный Просто Смотрит На нее И у Него В глазах Она Отражается Слушай И Смотри Причем Так Вот Это Все Отрисовано Там Наверное Вообще Мясо У нее На лице Сейчас Если Она Живая Конечно А Может Быть Он Резанул Так Чтобы Просто Маску С лица Разбить И Шрам Оставить Да Может Быть Он Не Бил Насмерть Ну Там Потому Что Если Сантиметров На 5 Сделаешь Там Череп Расколется Просто Или Даже А Если На 10 То Все Это Смерть Сразу Наверное Он Там Полоснул Просто И Шрам Сделать И Она Просто Улыбается Она Просто Улыбается И Что Рисходит Боже Твою Мать Что Что Она Жизнь Жизнь Ну Все Ребят Ну Это Кошмар Какой Это Реально Как Вот Эта Маска Декомпрессированная Только Теперь Как будто На Все Лицо Сознание Жизнь А Может Там У нее Под Маской Что Было Может Не Просто У нее С Лицом Может Там Что Есть У Нее Под Этим Куском Маски Такое Может Быть Я Брав Я Дальше Там Четыре Страницы Всего Осталось И Я Просто Не Хочу Смотреть Твою Мать Что Там Дальше Что 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 Вот Это Такое Твою Мать Почему Почему Ты Это Делаешь Со Мной История Зачем Просто Если Сейчас Скажется Что Она Как Суть Свою Просто Обнажает Если У нее Там Реально Трещина В черепе И она Берет Просто За эту Трещину И Разрывает Лицо Просто По Приколу Блин Ну Судя По Этим Звукам Треска И Хруста И Чего То Врое Того И По Этому Разбитому Просто Кадру Как будто Бы Там Гвоздь Вбитый Внутри Так Вот Что Фиолетовая Слеза Имела Ввиду Кого У меня Реакция Как у Граната Мы Не Найдем Здесь Ляпис Давай Вернемся Назад А Подож А Что Именно Фиолетовая Слеза Говорила Когда Там же Не было Толком Ничего Что Типа Мне Нужен Там Этот Ребенок Она Забрала Томире И Типа Ну Да Жалко Конечно Всех Этих Детей И Все И Они Посражались И Может Быть Это Из Той Из Того Конца Пички С Фиолетовой Слезой Которые Мы Не Увидели Она Ж Искажения Какие Собирает Блин А прикинь А прикинь Если Она Просто Исказилась У них На глазах Сейчас Прикинь Может быть Реально Фиолетовая Слеза Искажения Собирает Или Чудович И Вот Такого Перформанса Прикинь Если Она Ее Просто Повело Эту Пабло Доцента И Она И Их Просто Вскрыл В самом Существе На глазах Он Просто С каменным Лицом Смотрит На Это Блин И Она Просто Она Просто Она Просто Смеется Как Умалишенная У них За Спинами Ват Афак Ват Афак Узри Меня Не своди С меня Взгляд Что Это Такое Твою Мать У Ни У Ни Просто Лито Что У Ни С Лито Во Первых Подожди Что У Ни С Лицом Твою Мать Это Вергилий Сделал Ударом Что Он Ей Просто Рас Рас Хреначил Лицо Или У Ни Реально Изуродованное Такое Лицо Под Маской А А А А А Что Что Это Что Это Что Это Я Видела Я Видела Что У Меня Есть Капли Крови Секали По Твоим Окнам Когда Придет Время Цепись Меня Своим Взглядом Вновь И глава Закончилась Вопрос What The Fack Is That Что У тебя Произ Я Не Понял Ни Хрена Что Случилось В конце Ее Как Будто Б Реально И Вот Смотри Вот Эффект Разбитого Стекла Вот Это Что Вот Это Что С С С С С С Что Пошел Нахрен Джихун С С С С С С С С С Ребят Можно Мне Пояснительную Бригаду Что Что С С С С С Она У Них Реально Исказилась На Глазах Ее Просто В Какую То Тонь Превратила Исказила И Извратила Из Что Что С 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 Или Мы Узнаем Потом В Будущем Они Так Просто Ушли Оттуда Что Типа Все Я Не Хочу Это Видеть Причем Вот Эти Вот Ее Фраза Абсолютно Безумные Что Типа Узри Да Узри Чисто Обнаженное Декомпрессированное Искусство Да Я Я Даже Не Хочу На тот Кадр Отлествовать Потому Что Это Кошмарное Топливо Твою Мать За Секунду Вот Так Вот Родившееся Интересно Сколько Видос Занимает Времени Да Минут Сорок Ё Мое И он Он Время Займет Может Минут 45 Там Или Чего То Вроде Того То То есть Ну В целом Еще Меньше Чем Приведущая Глава Но Еще Раз В целом В целом Они просто Встретились С этим Доцентом Мы там Немножко Узнали Про Предысторию Граната Элиапис Немножко Больше Про Безымян Чуточку Важные Там Имена И так Далее И Я не Совсем Понимаю Реально Вот О чем Говорила Фиолетовая Слеза Это Напишите Это Я что-то Пропустил Или Или Это где-то Раскроется В будущем Просто Вот такие Моменты Я хочу Понять Были Какие-то Была Какая-то Конкретика Которую Я просто Внимания Не обратил Или Чего Ну И Насчет Вот этой Последней Сцены Что 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 Случ Что Случилось Вообще Тоже Было бы Интересно От вас Узнать Потому что Это Шиза Это Шиза Это Шизофрения Так что Да Я даже Не знаю Очень хочется Сказать Что Очень интересно Будет узнать Чего там Будет Дальше Насчет Ляпис Вообще Непонятно То ли Все это Реально Какая-то Замануха Была Сюда Чтобы Их сюда Привезти Но тогда С какой Целью Как он Понял Что Ляпис Мы здесь Не Найдем Ну то есть Он такой Сразу Понял Что Типа Аха Может быть Их сюда Фиолетовая Слеза Заманила Каким-то Окольными Путями Может быть Это Это Вообще Даже Не Ляпис Звала Их Что Надо Встретиться Здесь Ну Звала Граната С осознанием Того Что Гранат Позовет Вергилия Скорее Всего Это Все Большая Многоходовочка Продолжается Вергилия Против Фиолетовые Слезы Либо Чего-то Вроде Того Из Разряда Ну Вот Я Это Сам Я Тебя Пощажу Не Буду Добивать У приюта И ты Сам Увидишь Что Я Там Была Права В своих Желаниях В своих Хотелках Хотя Я до сих пор Не понимаю В чем В чем Суть В чем План В чем Вообще Что хочет Фиолетовая Слеза Теперь Это 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 Битва Просто Против Мастер Майнда У которого Такие Планы Которые Хрин поймет Так что Да Интересно Конечно Учитывая То что Это уже Четверть Всего Левиафана То есть Четыре Главы Из Двадцати А это Уже Четверть Я Честно Говоря Представить Не могу Чего Это Может Быть Дальше То есть Я слышал Многие Не очень Довольны Как Левиафан Заканчивается И к Чему Подводит Посмотрим Пока Не говорите Мне В чем Там Суть Увидим Обсудим Посмотрим Ну а Пока Что Если Этот Выпуск Вам Понравился Разумеется Ставьте Лайк Да Подписывайтесь На канал Если этого Еще не сделали Ставьте Колокольчики Чтобы Дальнейшие Выпуски Не пропустить Ну и Пишите Ваши Комментарии Конкретно Вот в этой Серии Вот Очень Важно Будет Разобраться В ситуации Вот Ну и Если есть Такое Желание Залетайте На стримы Или смотрите На худой Конец Записи Трансляций Там Мы Общаемся И вообще Интересные Вещи Происходят Вот Ну и Все необходимые Ссылочки На твич На дискорд Ну если Хотите Канал Поддержать На Бусти Или Донейшн Алёртс Будет в описании Канала В шапке Канала Или В описании Видос Ну короче Где вам удобнее Те кто Уже Поддерживают На бусте Огромное Вам спасибо Как обычно Вы ребята Замечательные И напоминаю Что очень Скоро Пусть у меня Будет время Это доделать Там Появится Очень Интересный Контент Который Мне Мне хочется Сделать Уникальный Контент Для Вости Но потом Я понимаю Что мне Очень жалко Вкладывать Силы Свои Да То что Не увидит Большинство То есть Ну хочется Поделиться Я хочу Поделиться Я хочу Рассказать Всем Об этом Так что Посмотрим Как оно Будет Так что Увидимся В будущем Контенте Ну или В каком Нибудь Дом Может быть Ребята Все еще Смотрят Как Вы Смотрите На это Все Я не знаю Так что Да Увидимся И все Всем Пока Пока